Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Сферы IT, строительства и недвижимости, транспорта и логистики, маркетинга и пиар. И именно представители этих сфер в основном отмечают рост зарплат в прошедшем году. Недовольных больше всего среди представителей высшего менеджмента и административного персонала. О падении доходов заявляют сотрудники сферы продаж, а также развлечений, медиа и искусства. Средняя начисленная заработная плата в регионе, отмечу, чуть более 33 тысяч рублей. Программа Экономика. Больше тысячи кировских семей получили льготную ипотеку. Кроме программы, одобренной президентом и действующей по всей стране, из-за которой, к слову, резко выросли цены на жилье, в Кировской области также действует программа субсидирования ипотечных кредитов. По ней семьи, в которых до 2023 года появится второй или последующий ребенок, выплачивают не более 6% ипотечного кредита. Остальную часть гасит государство. Программа действует с 2018 года. По ней одобрено уже порядка 2000 ипотечных кредитов. Выдано 1200, отмечают в правительстве области. В нашем регионе в программе участвуют 7 кредитных организаций, в том числе один региональный банк. Получить такую ипотеку можно на покупку жилья на первичном рынке, а также при строительстве своего дома. Также при рождении третьего или последующего ребенка можно получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. 12 тысяч кировчан стали самозанятыми. Именно столько человек зарегистрировало свой бизнес в нашем регионе таким образом. Новый режим, напомню, в Кировской области действует чуть больше года, с 1 июля 2020. Наиболее популярные виды деятельности, в которых чаще всего выбирают этот налоговый режим – пассажирские перевозки, перевозка грузов, ремонт автотранспортных средств, парикмахерские и иные услуги. Налог для самозанятых, напомню, составляет 4% на доходы, полученные от реализации товаров или услуг физическим лицам и 6% в отношении доходов, которые получены от реализации товаров или услуг индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Перейти на данный налоговый режим может, например, и П, если посчитает, что это для него выгодно. Но главная цель закона о самозанятых – сделать так, чтобы из серой зоны вышли люди, которые пока никак не зарегистрированы. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 72,79 рубля, евро 86,41. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова